КОЛЮЧИЕ ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧИЕ ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧИЕ ПРОВОЛОКИ Привычного Киева больше нет. На месте портрета Лобановского над стадионом «Динамо» – черная дыра. На самом стадионе теперь готовят коктейли Молотова, а в футбол играют на самодельном поле на Европейской площади. На месте памятника Ленину – первого памятника, который киевляне восстановили после освобождения от немецких захватчиков. На месте этого памятника теперь золотой унитаз Януковича. В окнах домов – самодельные плакаты. Здесь живут люди. Расстояние между Веркутом и первой баррикадой на улице Грушевского не больше 50 метров. Пока никто не решается эти метры пройти. Тем не менее перемирие, которое сейчас существует в Киеве, очень зыбкое. И обе стороны это прекрасно понимают. Впервые за всю историю независимой Украины журналистам приходится работать здесь в касках и бронежилетах. У одной стороны – резиновые пули и дубинки, у другой – бутылки с напалмом, камни и полное сознание своей вседозволенности. «Ледови! Ну, медови!» «Ледови!» «Крути сбитые люди, которых куда-то волокут по Майдану» – привычная картина. Называется «Поймали тетушку». Тетушки на местном Новоязе – это те, кто поддерживает власть за деньги. И хотя подзаработать можно и на провластных, и на оппозиционных митингах, врагами народа объявлены только те, кто приходит на антимайдан. На самом деле, многие из тех, кого объявляют тетушкой – это случайные прохожие, бомжи или просто люди, которым надоел беспредел на улицах города. Но вникать в такие нюансы революционеры не собираются. «Даже киевляне уже просто ненавидят вот это действие происходящее. Коренные киевляне». «Политику я стараюсь не вмешиваться. У меня есть свои командиры, свои наказы». Евроинтеграция, с которой все начиналось, давно и прочно забыто. Главное теперь – свалить власть. Причем побыстрее и всю. «Достали соблазь и вот так». «Вот есть кто-то, кому вы лично доверяли, там, не знаю, там Терневов, прикличка?» «Честно сказать, народ, люди. Вот этим политикам один говорит одно, другое, а в итоге получается третье. Вы сами знаете». «Я два месяца стоял! Я стою, блин, дальше!» «Люди сами вырушат, вырешивают, кто будет править нашу Украину». А пока управление перехватили крепкие мужчины лет 30-40. Особое внимание в подготовке бойцовской смены. Многие рядовые Майдана явно до призывного возраста, но наставников это совсем не смущает. «Да, да, 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 да!» «Вот все-таки мальчишки, но им лет 15-16. Есть действительно серьезное противостояние. У нас и полкопор места не остается. Жалко, все жалко, хорошо сделано». Жалеть чужую жизнь не в правилах революции. Киевское «Гуляй-поле-2014» – не исключение. Беркутов надо уничтожать. Это звери, это не люди. Атакуют мирные демонстранты не только связанные по рукам и ногам приказом не поддаваться на провокации Беркут, но и женщин, и детей. Я был в Киеве, например. Я был непосредственно недавно в самом подразделении. Стоят видеокамеры повсюду. Стоит общежитие, в котором живут не только семьи сотрудников Беркута, там и оперативники, там и живут с различных подразделений милиции, которые отношения к Беркуту не имеют вообще. И вот все эти детки там и мамы с детками, которые проходят, им в спину кричат, что ваши папы убийцы, мы вас всех вырежем. Учителя даже прессуют детей уже. А дэ тви тату, а чё вин там робе, а вин длю дебе. Для меня это новые типажи. Я не знаю, откуда они выскочили. Для меня они совершенно непонятны. Что они хотят? Ну я знаю, что они хотят убить своего сверстника по другую сторону варрикад или покалечить. Это я знаю. Но зачем они это хотят? Вот это я не знаю. Не знают не только маститые политологи. Позитивной программой не озвучивает никто. К примеру, у одного из вождей Майдана, лидера ультрарадикального правого сектора Дмитрия Яроша, пересыхает горло из-за простого вопроса. А что дальше? После победы революции. Он сразу же переходит с украинского на родной ему русский язык. Собравшись с мыслями, Ярош возвращается к мове. Но ясного ответа на самый главный вопрос всё равно нет. Сейчас говорить про позицию правого сектора в отношении государственного строительства я бы не стал. Такие вещи требуют согласования. Зато у лидера правого сектора уже есть кабинет. В то время как его соратники дожидаются победы революции в коридоре на полу. И пресс-секретарь. Он оберегает шефа от недружественных журналистов. А ещё у профессионального революционера Дмитрия Яроша есть ответ на другой революционный вопрос. Кто виноват? Любая власть без националистов. Это режим внутренней оккупации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это не будет гражданская война. Это будет национально-освободительная война. К этой войне правый сектор и другие боевые организации Евромайдана готовились несколько лет. У нас несколько тысяч членов самобороны. Подготовленных мужчин, готовых дать отпор в случае любой агрессии и защитить Майдан. Есть ребята серьёзные. Есть ребята довольно-таки известные из УНАУНСО, которые проходили, имеют закалку, скажем так, в грузинском конфликте. И имеют закалку в чеченском конфликте. То есть на стороне боевиков. Поэтому опыта там достаточно. То есть никто их дураками не считает. И мы готовимся, конечно, к худшему в любом случае. Но если к действиям против боевиков Беркут готов, противостоять удару в спину не может. Тем более, если наносят его не оружием, бумагой и ручкой. Те, кто руководят подразделениями сейчас, это же руководят, опять же, не из Беркута. То есть это руководят люди из главков. То есть приезжает человек в костюмчике в дорогом. Всё, красивая причесочка у него. И он начинает там рассказывать. В атаку. Всё, финская война началась. Побежали там все в атаку, порубили всех резиновыми шашками. Возвращаемся назад. И так по 4-5 раз, вот мы видим прекрасно это по телевидению, зачищается улица Грушевского и все возвращаются зачем-то назад. То есть непонятно вообще, откуда эта тактика берется, если есть конкретные тактические наработки, есть конкретные планы, по которым отрабатываются такие действия по локализации массовых беспорядков. Вы имеете картинку и можете первыми побачить наживо то, что происходит сейчас на Грушевской, Европейской площади. Ну, теперь уже и на улице Хрещатик. Беркут остановился и пойдет повертаться назад, я так понимаю. Странностей в украинской революции действительно хватает. Странность первая. Мало кто в Киеве понимает, почему никто даже не пытался отключать в захваченных административных зданиях свет, тепло и воду. При том, что структура Рената Ахметова полностью контролирует Киевэнерго и опосредованно Киевводоканал. Ахметов, напомню, считается чуть ли не самым большим другом президента Януковича. Странность вторая. Власть требует освободить только административные здания. Про так называемый украинский дом все молчат. Между тем, именно в подвале этого здания проходит линия правительственной связи, телефонной связи, линии ведущих интернет-провайдеров. Вообще, и это третья странность. Под революционные нужды погреться, поспать, сходить в туалет, здания восставшими массами приспосабливаются, похоже, по строго определенному плану. Гостиница Днепр, например, ближайшая к баррикадам здания. Но в нее, в отличие от находящейся за квартал гостиницы Украина, не зашел ни один манифестан. Хотя принадлежит гостиница не кому-нибудь, а администрации президента Украины. Вот так сейчас выглядит фойе киевской гостиницы Днепр. Двумя своими фасадами она выходит на Европейскую площадь и на ставшую уже знаменитой улицу Грушевского. Раньше здесь все было залито светом. Работали кафе, рестораны, бары. Все столики были заняты гостями. Теперь туристов в городе вообще нет. Единственные постояльцы – это журналисты. Свет выключен из соображений безопасности. А светомаскировки не говорят. Ну, разве что потому, что военные термины не очень любят официальные лица. На одном из балконов Днепра висит телекамера, которая транслирует все происходящее на Грушевского в прямой эфир. Вот она. За все время столкновений в нее не попал ни один камень, ни одна резиновая пуля, ни одна петарда. Такое ощущение, что тут не революция, которую снимают тележурналисты, а декорация, которую соорудили телепостановщики. Украинская журналистика в классическом виде сегодня мертва. У нас зазеркалье. У нас очень многие центральные телевизионные каналы, они не пытаются беспристрастно освещать события. Они, наоборот, являются активными участниками Майдана. Поэтому это не журналистика, это пропаганда. Это то, что стояло на вооружении даже вот у немецкой армии. Украинские телеканалы не просто участники Майдана. Его спецназ. Это видео действительно взорвало ситуацию как бомба. Чуть позже некоторые интернет-издания задались вопросами. А почему на морозе раздели именно Михаила Гаврилюка, который до этого фотографировался то в проруби, то в легком свитерке на морозе? Кто вот этот человек в неуставной полосатой шапочке? И почему он так похож на эксперта из украинской телепередачи «Битва экстрасенсов» Андрея Дубовика? Многие считают его еще и влиятельной фигурой в службе безопасности Батькивщины. Кто на самом деле выложил видео в интернет? Случайно ли кадры очень похожи на те, что были сняты одним из ведущих телеканалов? Неужели корреспонденты спокойно смотрели, как у них на глазах пытают человека? Как именно жертва пыток вырвалась из рук Беркута и при этом умудрилась моментально собрать пресс-конференцию? Не меньше вопросов у наблюдателей и по поводу других похожих случаев. Целую неделю, например, новостью номер один было исчезновение лидера Автомайдана Дмитрия Булатова. На восьмой день активист нашелся. Сам. Но, как утверждалось, со следами жутких пыток. Меня распяли вон, пробивали. А так ухо отрезали, лицо порезали, на теле живого места нет. Ну, так вы все видите. Я даже не видел, потому что у меня постоянно закрывали глаза. Афцент был русский в разговорах. Ну, я позже вам больше расскажу, просто мне сейчас видно плохо, потому что я в темноте сидел все время. Как же у Булатова, получается, три уха. Одно же отрезали, а два у него осталось. То есть, как это... Потому что мы на фотографии отчетливо видим, что у Булатова два уха. Ну, возможно, одно повреждено, но ухо-то два. Очень странно видеть человека, в восемь дней находившегося в плену, и при этом у него абсолютно чистая, гладко выбритая щека. Также бытует такое мнение, что Булатова пытались распять и прокололи запястье, то ли ладони, непонятно. Но вот отчетливо видно, как он пользуется телефоном и другими предметами, как он их может держать в руках. Мне кажется, человек, которому недавно совсем пробили насквозь руки, или как-то там сильно очень повредили, он бы не смог так легко оперировать сторонними предметами. Особо ценятся на революционном телевидении истории про прозрение, переосмысление ценностей и переход бывших врагов на сторону революции. Но, конечно, самое мощное воздействие могут дать только человеческие жертвы. И вам слава Сині Гори, кригою окуті, и вам лицарі великі, Богом не забуті. Горитеся, поборете, вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля святая. Мы это видели в Египте, мы видели в Иране, когда была застрелена случайно проходящая красивая девушка, и тут же рядом ее начали транслировать все международные СМИ. Практически то же самое мы видим в Киеве. Такое впечатление, что вот этих двух сакральных жертв выбирали совершенно каким-то селекционным методом. Ну, ведь не каждый боевик действительно почитает стихи Шевченко на камеру, покрасуется и так далее. Дальше совершенно непонятно, их тела были найдены в какой-то библиотеке. Такое впечатление, что их, знаете, как впрок убили и положили куда-то, чтобы в нужный момент вынести и показать, как убитых от сил правоохранительных. Поэтому та же самая провокация. В этот раз она не получилась. Как ни странно, единственный телеканал, который мог бы задать все неудобные для Майдана вопросы, одесский АТВ был незадолго до начала Майдана уничтожен. Причем самой властью. Только за то, что канал выступал против евроинтеграции до того момента, как Украина официально от нее отказалась. В тюрьме сейчас находится и депутат Игорь Марков. Единственный человек с парламентской трибуны, позволивший себе высказаться за более тесный таможенный союз с Россией. При этом идут разговоры о полной амнистии для тех, кто разнес пол Киева и искалечил десятки милиционеров. Власть готова и на другие компромиссы. Но любые уступки, похоже, только разжигают аппетит оппозиции. Пацаны, вот здесь! Пацаны! Даже после того, как премьер Азаров объявил о своей отставке, Верховная Рада отменила большую часть принятых 16 января законопроектов, Разбирать баррикады на улице Грушевского никто и не думает. Дело в том, что здесь не верят уже не только правительству и президенту, но и бывшим лидерам оппозиции. Устраивает, похоже, только одно – полный и окончательный демонтаж всей системы власти. Самое печальное – такую позицию довольно многие поддерживают. Украина дошла до точки. В чем действительно схит и захит разум, так это в том, что терпение лопнуло и у тех, и у других. В 1991-м европейские аналитические агентства называли Украину самой перспективной и многообещающей из всех бывших советских республик сестер. Сегодня из 52 миллионов жителей Украинской ССР 7 миллионов умерли, еще столько же уехали на заработки. Несколько крупнейших городов страны, в том числе Днепропетровск, в списке вымирающих городов мира. Сельское хозяйство – это технические культуры, которые в прямом смысле слова высасывают все самое ценное из местного чернозема. Промышленность практически уничтожена. Есть очень славный курортный городок, вон под Киевом курортный, там лечат водами. И в этом городке была дача моих родителей, в этом городке была оперная студия, прекрасная. Был театр поэзии замечательный. Был лучший музей в Украине, а может быть в то время даже в Советском Союзе исторические музеи. А сейчас ничего нет. Вот я говорю, когда я приезжал на автобусе в дачу родителей, маленькую дачку, я три остановки приезжал мимо громадного завода, где делали навигационные системы для спутников. И там работало 5000 людей с высшим образованием в белых халатах. И вот когда они выходили после смены за пределы завода, им хотелось одним пойти в оперную студию, другим поэзию высокую сочинять, третьим сидеть около костра и петь песни. А сейчас на месте этого завода находится рыбий цех по фасовке рыбий Требухи. И там не 5000 в белых халатах, а 300 пьяных мужиков в серых халатах. И когда эти мужики выходят, снимают свои серые халаты, им не нужна ни поэзия, ни опера, им нужно добавить еще дозу, для того, чтобы забыться до следующего рабочего дня. И дальше, по мнению многих экономистов, будет только хуже. Запад Украины практически отделил себя от бюджета страны. Правда, очень своеобразно. Налоги не платят, за газ тоже, но все перечисления из Киева, а также российский газ берет. Что они делают? Работают? Нет. Они не работают, они там байдеки бьют. А лучше бы работали, деньги бы зарабатывали, тогда бы государство было богатое. Вы все разойдетесь, а Киев будут поднимать за бюджет киевлян. Вот когда это будет, это и будете рассказывать. Мы сами все сделаем. Результат финансового гуляй-поля – катастрофическое состояние казны. Золотовалютных резервов на 1 февраля осталось чуть меньше 18 миллиардов долларов. Долгов в разы больше. За один только российский газ – около 3 миллиардов, и это лишь за старые поставки. При этом Москва после отставки Азарова дала понять – сотрудничать с Киевом готова, но хочет знать, с кем именно. Тогда и будут уложены все вопросы, в том числе денежные. Запад обещает, ведет разговоры уже о миллиардах, но денег не дает. Не исключено и не даст. А счет пошел уже не на гривны и даже не на доллары. На недели, а возможно дни, когда казна полностью опустеет. Британская «Гардиан» называет точную дату 1 марта. Это дефолт – жесточайший удар по всем социальным структурам государства. Ни пенсий, ни зарплат, ни надежды на быстрый выход из ситуации. Итог, считают эксперты, закономерный. Тотальная коррупция фактически уничтожила государство как таковое. Остались лишь бизнес-клубы по интересам. Есть несколько олигархов, их достаточно много. Левочкин, Фирташ, Коломойский, Пинчук, кто там еще? Ахметов. Да, Ахметов, конечно. Новинский. Их очень много. И все они являются представителями какого-то клана отдельного. Очень характерно, как младший Янукович стал миллиардером буквально за два года, за год. Очень быстро он стал миллиардером из миллионера-миллиардера. Парадокс современной украинской политики. Чем больше у политика денег на личном счете, тем выгоднее ему превращение страны в огромное гуляй-поле. Украинский политический процесс последних четырех месяцев демонстрирует свои странности, иррациональности, и неожиданности. Кто тут главный выгодоприобретатель вообще всей этой истории? К сожалению, я вам на этот вопрос не отвечу, поскольку это загадка. На сегодняшний день никто, я не знаю, ни одного человека, который мог бы без теории заговора, без каких-то оригинальных предположений увидеть, почему так произошло. То, что не под силу объяснить политологам, легко объясняют киевские таксисты. Вернулись в 90-е годы, когда приходили эти братки и говорили, давай делиться. Далеко не ходить. Жена моего брата, у него отец. У него 16 магазинов в Украине. 16. Из них сейчас осталось три. Знаете почему? Потому что пришел Янукович к власти буквально через полгода. Пришли люди, давай 50%. За что? Сходной ситуацией оказались и люди, которые владели не несколькими магазинами, целыми отраслями. Зачем делиться, если проще и дешевле устроить революцию? Украинские олигархи и миллиардеры выступили главными заказчиками евроинтеграции. Их семьи давно в Европе, и состояние активы, они хотели соединиться со своими активными семьями, присоединив еще попутно страну. Это просто какое-то измененное кодло, которое все друг с другом на ножах. Высокая политика у нас напоминает просто конфликт бизнес-интересов. А все партии, и в том числе партии регионов, это клуб по бизнесу, бизнес-клуб, который отстаивает какие-то свои чисто денежные отношения. На этом фоне собрать Майдан нет ничего проще. Тем более, если есть серьезные заказчики. Они даже не скрываются. Помощница американского госсекретаря по телефону обсуждает с послом США кандидатов на пост премьеры Украины. И извиняется потом только за нелестное высказывание в адрес Евросоюза, допущенное в этой беседе. И это не просто обсуждение руководства к действию. Нуланд и Паев считают, что Кличко пока не должен быть в правительстве. Кличко от поста вице-премьера отказался. Яценюк кажется подходящей кандидатурой. Яценюк заявляет, предложение Януковича не принято, но и, цитата, не отвергнуто. Проводятся консультации. Конец цитаты. Так или иначе, в результате всей этой закадровой возни в кадре протест перехватили те, кто предлагает решить все проблемы страны быстро и беспощадно. Примерно как в Германии после 1933 года. Выбор у всех недовольных получился незавидный. Либо злочинно-бандитская влада, либо откровенные фашисты. В этой ситуации свое слово решили сказать регионы. Как только на улице Грушевского в Киеве стали появляться баррикады, в Севастополе стали появляться отряды самообороны. Местный девиз – город выдержал две обороны, выстоит и третью. Мы, казаки Севастопольского казачьего союза Русь и Координационного совета, заступаем на охрану общественного порядка в городе Героя Севастополя. Смотреть за посторонними лицами, немедленно штаб, там будут применяться более другие силы. Есть такая пословица – хочешь мира – готовься к войне. И казаки, и Крыма, и Севастополя уже подготовились, скажем так, по-дружески встретить врага. То бишь и украинского националиста, и фашиста, и евродауна – боевой казачьей нагайкой. В штабе тем временем собрание добровольных отрядов самообороны. В отличие от баррикад на улице Грушевского, здесь точно знают, с кем и за что воюют. Только в одну эту добровольную дружину за сутки записалось более двухсот человек. Со стороны Бандеровской сволочи, если будут возникать какие-то угрозы, мы должны действительно сорванизовываться и четко, определенно все вместе выступать. Официальный Крым, происходящий в Киеве, тоже определяет однозначно. Часть Киева оккупирована, оккупирована непонятными людьми. Никакие решения, принятые под таким давлением, которое сегодня есть, беспрецедентным, они не могут быть лейтинными. Диалог с фашистами и нацистами невозможен в принципе. Тем не менее, позицию автономии, а это второй парламент страны, никто в Киеве не собирается не то что учитывать, даже спрашивать. В Крыму звучат уже не просто призывы к киевским политикам быстрее договориться, прямые намеки. Если ничего не получится, регион решит свои проблемы самостоятельно, уже без вас. Тема федерализации в последнее время это самый обсуждаемый политический вариант. Если сейчас власть в Киеве поменяется настолько, что вот эти политики придут к власти, Крым должен, не просто может, на мой взгляд, он должен заявить о своем праве на самоопределение, для того, чтобы спасти Крым и крымчан от этой заразы. На самом деле, вот как это, завтра объяви о том, что декларация за самоопределение, и я думаю, что мы получим две трети голосов, вот просто, вот понимаете, в легкую, потому что подавляющее большинство населения, конечно, вот это вот все уже надоело. Большинстве своем крымчане не видят с Украиной своего будущего, это дети наши показывают, не мы даже. Тем не менее, Крым хочет, понимая, что один не выберется, вот, мы сформируем блок левобережья. А это Харьков. Так здесь встречают колонну, которая приехала поддержать местный небольшой евромайданчик. Украина, пожалуйста, не дайте всем остальным городам погибнуть в этой червивой оппозиции. Судить будем всех, кто это будет сделать. Национальный желто-голубой флаг на юге и востоке Украины пока еще остается государственным, но уже воспринимается наравне с черно-красным Бандеровским. Своих здесь отличают по георгиевским ленточкам. Камеру не разбили, одень. Спасибо, спасибо. Отличу право, чтобы не разбили камеру. Островом свободы от фашизма несколько дней назад объявили Харьков и Харьковскую область их официальной власти. Для нас очень важно, чтобы наши соседи, близне зарубежья, дальне зарубежья, четко понимали, что сегодня те, кто стоит на Майдане, не выражают волю всей страны. Если захвачены такие-то администрации в западных регионах Украины, то если мы даже просчитаем количество жителей, проживающих на этих территориях, из 46 миллионов почти, да, украинцев, то мы по численности будем иметь всего около 16 миллионов. То есть мы будем говорить с вами, что все равно то меньшинство, которое сегодня проповедует радикально настроенные действия по захвату, о неконституционном захвату власти, не может говорить за всю страну. Да, процент, это не страшно, большинство. Нет, нет, покажите мне большинство. Нам этот Майдан мешает, потому что мы не можем нормально ездить транспортом и все прочее. И вообще, за что они выступают? Водят на Майдан бедные люди. Мне жаль тех людей, которые выходят и одурманены. Вот такое надо было выделывать, вот эти вот костры, это все. Можно было выйти, протестовать, студенты, там бабушки, дедушки, все. Сказать свое мнение и на этом закончить. Защищать права большинства власти Харькова обещают всеми доступными методами. На территории Харьковской области не будет признана ни одна нелегитимная, неконституционная структура, которая от своего имени попытается управлять государством. Как нам защищаться от этого? Есть очень много способов. И есть способы крайне радикальные, есть способы менее радикальные. Все будет по ситуации. Одно могу сказать. Мы готовы, в том числе и физически, защитить жителей Харьковской области, если понадобится, объединившись с другими регионами, от проникновения сюда экстремистов, от проникновения на территорию наших регионов террористов и сделать так, чтобы здесь ничего не угрожало жизни и спокойствию миллионов людей, тружеников, которые привыкли работать, учиться, учить и создавать благо для себя и для тех регионов, которые сегодня, стоя на Майдане, ничего не производят, не делают и, по большому счету, живут за деньги Юго-Восток. Есть хорошая русская пословица. Кто к нам придет, отмеча и погибнет. Сил у Востока и Юга страны действительно достаточно. Но в 2004-м точно так же начинался съезд в Северодонецке. По замыслу организаторов он должен был положить конец оранжевой чуме, утвердить победу Януковича на президентских выборах, объявить третий тур голосования незаконным и, главное, заявить о том, что страна становится федеральной республикой. Восточно-украинскую автономию уже начали было рисовать на картах, как вдруг в Донецк пролетела Юлия Тимошенко. По приглашению главного спонсора партии регионов, Рената Ахметова, подробности их переговоров остались за кадром. Но вскоре после этого в кадре, без всяких помех, президентскую присягу принес Виктор Ющенко. Ведь уже был Майдан, ведь уже выходили, ведь уже все это мы проходили, ну, в более, так сказать, да, в более каком-то цивилизованном даже виде. И опять продолжается то же самое. Сегодня тоже есть масса признаков того, что власть в Киеве готова, как Кучма в 2004-м, принять все условия западной оппозиции в обмен на собственную безбедную и спокойную старость. Да и политики Юга и Востока страны после слов о непризнании государственного переворота обязательно добавляют о худом мире, который лучше ссоры, и о переговорах, которые надо вести даже через немогу. Пока не исчерпаны последние возможности переговорного процесса, пока мы еще чувствуем силы в себе найти точки соприкосновения даже с теми, кто в наших глазах выглядит отъявленными подонками, я все равно считаю, что ради чего-то большего и более важного, что есть в Украине, необходимо продолжать с ними диалог. С одной стороны, те, для кого 9 мая праздник, а с другой стороны, те, кто, как вам было сказано на одном из заседаний в Совете министров, Вакарчук, по-моему, сказал, когда вы начали говорить на русском языке, мы не понимаем собачьему. И с ними переговариваться вот о чем? Вы знаете, когда мне Вакарчук об этом сказал, но не Вакарчук, певец, а его отец, который руководил министерством, я ему посоветовал выйти из этого зала и дождаться, когда я закончу говорить, что он и сделал. Поэтому, в принципе, договоренности достичь можно. Или можно было. Политики времен Ющенко не идут ни в какое сравнение с теми, которые могут оказаться у власти сейчас. Переворот будет уже не оранжевый, коричневый. Старые песни на новый лад. Так, по мнению киевлянина Антона Мухарского, больше известного под псевдонимом «Арест Лютый», должна выглядеть мягкая украинизация. Форма старая, но содержание новое. Как будет выглядеть жесткое, не хочется даже думать. Но в обоих случаях это будет означать, вся Украина принимает правила Запада и марширует под бандеровскими знаменами. Не надоело ли говорить про компромисс, про Восток и Запад вместе? Не надоело. Куда наша бандерийская армия перейдет Днепро, перейдет Донецк и выкинет ту синюшоку банду с Украины, которая сегодня узурповала владу. Сегодня против Львова стоят три центра силы. Это Москва, это Донецк, и это Киев. Эти слова идеолог партии «Свобода» сказал за три года до событий в Киеве. Теперь Киевский Майдан ими взят. И останавливаться они не собираются. У Запада есть конкретные цели, которые он преследует на Украине уже несколько десятилетий. Главная цель не допустить в любой форме объединения России с Украиной. Экономического, геополитического, любого. Чем дальше Украина находится от России, тем лучше для Запада. Россия – это вековечный враг Украины. И пока существует Российская империя в какой бы то ни было форме, говорить о настоящей национальной независимости Украины невозможно. А эти слова лидер правого сектора Дмитрий Ярош произнес всего за несколько месяцев до начала Евромайдана. За три года те, кого еще недавно считали кучкой маргиналов, получили полный контроль над тремя областями страны, фракцию в Верховном Совете, беспрепятственный доступ к самым рейтинговым телеканалам, тысячи подготовленных боевиков. Степан Бандера уже в центре Киева. Пока только на правом берегу Днепра. Линия невозврата еще не пройдена. Но до левого берега осталось уже не больше пары сотен метров. Если они перейдут эту границу, у Гуляй-Поля границ не будет уже никаких. Музыка КОНЕЦ